Привет, друзья! Давненько не выходил в прямой эфир. Если есть вопросы, желающие пообщаться, давайте приступим. У кого какие насущные проблемы? Самые хорошие книги я уже говорил не раз. Которые я читал, перечитывал и еще, наверное, буду читать. Это, друзья, книги Ричарда Баха. Две его книги «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» и «Иллюзии». На эти две книги стоит обратить внимание. Следующая – это Карлос Кастанеда. Все 11 томов «Учение Дона Хуана» настоятельно рекомендую почитать. Также будет полезна книга Вадима Зеланда о транссерфинге. Очень хорошие книги. И если непосредственно нужны книги по физиологии, анатомии, то читайте спортивную анатомию, спортивную физиологию. Любую хорошую доступную литературу, которую сможете найти, обязательно читайте. Да, друзья, всем привет! Большое спасибо, что смотрите, читаете. В зале у меня обувь не продается, друзья, только одежда. Так что, если кто хочет заехать именно за обувью от Амикс или любой другой, рекомендую все-таки покупать онлайн. Зная свой американский размер, вы легко купите. Я не раз уже покупал, несмотря на то, что мне действительно сложно подобрать обувь. У меня широкая. Тем не менее, вот недавно я покупал штангетки. Они, кстати, пришли как влитые. Так что не вижу в этом проблемы сейчас. Тем более, переживать не стоит, потому что это Америка. Если вам что-то не подошло, вам обязательно легко поменяют. Да, сохраню видео для YouTube, как всегда. Так что, можете написать ваш вопрос, если он есть. И потом посмотреть его уже на моем YouTube-канале. Итак, что я ем на обед? На обед я обычно ем, если не хочу расслабиться и не ем солянку, то я ем именно какие-нибудь макароны из твердых сортов, бурый рис, к примеру, или гречку, что-то вот из этого. И ем либо говядину хорошую, либо куриные грудки. На ужин я обычно ем чаще всего курицу или яйца с салатом. Если я все-таки люблю классическое кардио, его лучше до или после силовых. Цель похудения. Цель похудения. Если вы любите классическое кардио и хотите его делать до или после силовых, то вы отодвигаете свою цель очень далеко. Это, друзья, глупость. Не нужно изобретать велосипед. Почитайте мои статьи еще раз, перечитайте о похудении. И убедитесь, что классическое кардио, оно мешает вам худеть. Оно отдаляет вас от этой цели. Не стоит делать глупости и совершать ошибки, которые совершает весь мир. Сейчас сезон ягод и фруктов. Какое время вы посоветуете их кушать, если в этот день нет тренировки? Если в этот день нет тренировки, то, если уж прям так хочется, а тем более сезон, поесть ягод и фруктов, то нужно их есть как десерт в конце обеда или того приема пищи, который у вас идет после обеда. Это будет влиять, конечно, на общий колораж, поэтому старайтесь поменьше углеводов тогда поесть в этот прием пищи. А так, в принципе, главное не в последний вечерний прием пищи и не в утренний. Так, друзья, здравствуйте. Как вы думаете, есть ли разница между тренингом высоких и низких людей? Имею в виду для людей с длинными конечностями. Спасибо заранее. Разница только в том, что амплитуда движения, кинезиология движения, биомеханика для низких людей и для высоких людей будет разная. И не стоит как-то переживать по поводу того, что ваша техника, если вы высокий человек, отличается от человека, который имеет средние стандарты или низенький. Также нужно и приседать, также нужно делать все остальные базовые упражнения. Естественно, подгоняя их именно под свою биомеханику, под себя, под свои антропометрические характеристики. Какие поливитамины для женщин вы посоветуете? В очередной раз советую приобретать, сейчас тем более в России вроде бы они появились, фирма GNC, три буквы, GNC. И обязательно покупайте не такие витамины, где весь состав витаминов в одной капсуле. Нет, покупайте в бумажных коробках больших, там где все расфасовано по пакетикам. И в одном пакетике там 8-12 таблеток. Вот такие витамины я советую. Если не найдете, то покупайте тогда Топтинум, Нутришем или Твинлаб. Как увеличить выносливость? У меня есть на эту тему статья и видеоролик, где полностью рассказано и показано, как конкретно за два месяца выйти на пик своей выносливости. При любом состоянии, в котором вы сейчас находитесь. Обязательно зайдите на мой сайт hmgym.ru и убедитесь, что все это в открытом, свободном доступе. И, что самое главное, это очень-очень легко сделать. Бицепс два раза в неделю, ваше мнение. Все зависит от того, как составлен весь цикл вашего тренинга. Так что такие, друзья, дела. Так, дебил, очень приятно. Меня Егор зовут. Подскажите, пожалуйста, как тренироваться девушкам до, во время и после месячных? Надо обращать внимание на цикл. То есть, лучше делать кардио или силовые в тот или иной период? Спасибо. Друзья, девчонки, у меня есть огромная статья. И такое же большое видео советую сначала почитать статью, потом посмотреть это видео, потом еще раз почитать статью, где я рассказываю, как конкретно привязывать тренировки относительно женского цикла. И это действительно очень и очень важно. Этого нужно придерживаться. Изучите настоятельно. Вижу, что никто не заходит на мой сайт, не читает статьи. А это делать нужно. Кстати, сейчас один хороший человек взялся сделать новый сайт, где будет он на дорогой платформе. Я-то сделал на бесплатной платформе, там плачу только за домен, где будет возможность сделать и ссылки, и сам сайт он обещает сделать более интересным. Как только сайт будет готов, я вам дам на него тоже ссылочку. Пока заходите на мой простенький сайт hmgym.ru и читайте все статьи, потому что 99% и 9 десятых вопросов, которые вы мне задаете, есть в моих статьях. Чем заменить приседания со штангой? Годится ли для этого присед в гаке? Конечно же, друзья, нет. Запомните, никакое из базовых упражнений нельзя ничем заменить. Если у вас есть какие-то причины что-то либо не делать, то делайте, что хотите, что-либо хотя бы. Это лучше, чем вообще ничего не делать. Но запомните раз и навсегда, приседания ничем никогда никто заменить не сможет. И жим ногами, кстати, тоже не замена приседаниям. Подскажите, если занимаюсь 7 месяцев и остановился процесс жиросжигания, осталось совсем немного, делаю базовые упражнения. Спасибо за мотивацию, всегда смотрю. Кстати, у меня недавно вышло видео именно вот под таким заголовком. Что делать, если остановился процесс жиросжигания? Во-первых, бегом на мой сайт hmgym.ru, в очередной раз рекламирую его, где все бесплатно есть. Изучите две статьи, в первую очередь, похудение от А до Я. И вторая статья, важная для вас, это инсулин. И благодаря этой информации вы сможете прекрасно, постоянно прогрессировать. Но запомните для себя такое правило. Оно касается как набора массы, так и жиросжигания. Чем дальше влез, тем больше дров, тем сложнее этот процесс. И процесс всегда будет замедляться. А вот махинации специальные с питанием будут помогать вам продвигать процесс жиросжигания все дальше и дальше. Следующий вопрос. У меня киста бейкера в колене. Делали операцию, но она выросла опять. Часто воспаляется. Есть ли у вас какие-нибудь предостережения при тренинге? Друзья, предостережения такие же, как и для всех. Разминка и заминка. Тщательный подбор весов. Следить за техникой. А с кистой нужно разбираться с хирургом. Найдите хорошего, грамотного хирурга. Желательно, чтобы он занимался и работал со спортсменами. И он вам сделает все, как нужно. Как вы думаете, чередование одна неделя в статодинамике, следующее в динамике, обычный стиль. Есть ли смысл для роста мышечной массы? Да я, по-моему, только об этом всегда и говорю. Моя система и группа моя закрытых тренировок платная, которая, кстати, скоро акция закончится. Там уже почти 140 человек. Я сам удивлен. По 160 долларов вступление стоило на акции. Скоро подорожает. В этой группе и во всех своих статьях и видео о тренинге я говорю постоянно о статодинамике. И что каждая новая тренировка на новую группу мышц, а это как раз таки получается неделя через неделю для большинства людей, должна строиться по принципу периодизации, рассчитанной и основанной на различных типах мышечных волокон. Так что, друзья, статодинамика делается неделя через неделю. А вот режимы на тренинг, на силу, на массу, на выносливость, тренинг промежуточные мышечные волокна, на укрепление сухожильно-связочного аппарата чередуются по очереди. Но статодинамика делается неделя через неделю. И у меня только сейчас на данный момент 5 разных тренировочных недель на статодинамику, на медленные мышечные волокна, на окислительные мышечные волокна. Поэтому, кому сложно все это изучать в моих статьях, а все это есть. К примеру, есть статья «Спина от А до Я». Она есть и на русском, и на английском. И в ней я полностью на примере мышц спины показываю, рассказываю, как строить свой традиционный цикл, основанный на различных типах мышечных волокон. И на этом примере вы сможете самостоятельно построить свой тренинг и относительно других мышечных групп. Так что изучайте. Если у кого нет желания, нет времени, вступайте в мою закрытую группу. Пока там еще есть, по-моему, около 10 человек. По льготной цене и будет вам счастье и здоровье. Завтра буду приседать. Респект, удачи. Читаем статьи, но не все. Спасибо большое за полезную информацию. На здоровье, друзья. Егор, когда приседаю, правая рука от локтя до плеча краснеет и покалывает. Ощущение, что пережимается. С чем может быть это связано? Вес штанги? Штанга плюс 10 килограмм. Ну, явно связано не с весом. Скорее всего, бывает такое. У меня у отца было, врачи ничего не могли сделать. Кстати, бабка ему какая-то выровняла. У него сухожилие перевернулось вообще. Но, я бы советовал вам найти очень хорошего травматолога, желательно спортивного. Сходить к нему, чтобы он посмотрел, что у вас с рукой. Скорее всего, если вы грамотно выполняете упражнения, сильно не сужаете руки, что может тоже вызывать давление на кисть, что в соответствии может пережимать то или иное в запястье у вас. Поэтому, нужно сначала понять действительно, в чем причина. Скорее всего, вам подскажет это грамотный доктор. И, возможно, вам придется сделать МРТ. Привет, Егор. Люблю делать румынскую тягу с гантелями. Или все-таки правильнее с грифом? Друзья, ну как правильно? Правильно нужно делать и с гантелями, и правильно нужно делать с грифом. И если вы любите румынскую тягу, за что вам огромный респект, одно из лучших упражнений для ягодицы, бицепса, бедра, то чередуйте его. На одной тренировке делаете со штангой, на другой тренировке делаете с гантелями. Даже можно делать это упражнение и в кроссовере с нижнего блока. Только респект вам за все это. Хороший вопрос, друзья. Буду включать функциональную тренировку и в закрытую группу по вашим просьбам. Привет, Егор, от Дмитрия. Привет и тебе, Дмитрий. Спасибо. Еще вопрос. Фуллбоди 2-3 раза в неделю, не в отказ. Есть смысл для роста мышечной массы? Друзья, я сниму скоро ролик, напишу, наверное, статью сначала об этом, потому что неправильно воспринимается. Я тоже за тренинг фуллбоди, но, к примеру, я не за то, чтобы вы делали присед и становую тягу в один день. Нет. Можно воздействовать на все наши мышцы, но разными упражнениями. А это почему-то зачастую не учитывается, не объясняется тренерами. И что самое главное, ни в коем случае нельзя тренироваться по принципу бестолкового кроссфита. Там кроссфитеры уже объединяются в группу, наверное, чтобы приехать сюда и побить меня за то, что я говорю. Но я не могу молчать, когда знаю правду. А правда в том, что кроссфит самое тупое, самое опасное для здоровья и занятий с отягощениями. Если только вы не делаете 20-30 лучших секунд отдыха между каждым упражнением, между каждым подходом. А если вы начинаете свою тренировку и пошли, пошли по кругу тренироваться без отдыха, это самое тупое, что только может быть и самое опасное. Во-первых, для сердца, а во-вторых, это может вас убить. Почитайте даже на сайте кроссфита, об этом никто не скрывает. При таком тренинге существует опасность отрыва мышечных волокон, попадание их в кровоток, затем в почки и крындец наступает. В общем, привет всем кроссфитерам. Помню все ваши видео про приседания со штангой и что эти упражнения не влияют на боли и нагрузку на спину. Ну, не совсем так, что не влияют. Но я все-таки спрошу, я пробовала новое упражнение, good morning, стала очень болеть спина. Good morning, это та же румынская становая тяга, друзья. И делать ее нужно уже, когда стаж вашего тренинга как минимум будет год-полтора. Иначе нет в этом никакого смысла, кроме как действительно получить травму. Работайте пока в румынской тяге. И еще по поводу боли. Что значит болит спина? Если болит поясница, болят мышцы, это нормально. Это говорит о том, что они тренируются, что они у вас были недотренированы. И запомните еще один такой факт. Если у вас болит поясница, это говорит о том, что мышцы поясницы слабее мышц пресса. Но, также это может говорить о том, что мышцы пресса слабее поясницы. Потому что в обоих этих вариантах, как ни странно, будет болеть поясница. Скоро в журнале «Железный мир» в июльском номере выйдет очередная моя новая статья по этому поводу. И я вам настоятельно рекомендую изучить ее. Потому что боль в мышцах и боль от того, что вам защемила нерв, неважно уже почему, из-за спазма мышц или из-за того, что у вас грыжа или протрузия. Это разные вещи. Все это нужно понимать и действовать соответственно с ситуацией. Следующий вопрос. Что можно принять из аптечного арсенала, чтобы легче переносить жару? В субботу тяжелый объемный присед. Спасибо. Ну, не знаю, друзья, честно вам скажу по поводу того, что из аптеки помогает переносить жару. Я рекомендую только больше пить. Больше пить чистой воды во время тренировки, до тренировки, после тренировки. Что скажете про финофлекс? Не знаю, что это такое. Отдых между упражнениями 1 минута. Между подходами на мышечные группы 8,5 минут. Это тренировка full body, не в отказ? Так, честно говоря, что-то пока не допонял, что за вопрос. Отдых между упражнениями 1 минута. Между подходами на мышечную группу 8,5 минут. Что-то большое. Ну, в принципе, такой тренинг тоже имеет место быть. А вы знакомы с Сашей Браун из Лос-Анджелеса? Ну, я ее лично знаю. И она меня тоже наверняка знает, видела. Но сколько раз я не пытался с нею пообщаться, находясь на одних и тех же мероприятиях, она мне не отвечала. Поэтому лично мы не знакомы, ни разу не общались. У меня от гудмонинга, наоборот, перестала болеть спина. То есть, ныть поясница. И я смогла приседать от 20 килограмм без пояса. И сейчас спокойно 65 приседаю на 12 раз. И тягу классику 90 килограмм на 4 раза. Да, так и есть. Но не забывайте, что пояс нам не нужен. Пояс вредит. Об этом у меня много статей, видео. И почитайте, изучите, когда вам нужен пояс. А большинству из нас с вами пояс вообще никогда не нужен. Потому что те дурачки, которые тренируются в поясах, они наоборот, расслабляют свой мышечный корсет. Так что, друзья, думайте всегда головой. Изучайте сначала то, что вы делаете. То, чем хотите заняться. Good morning. Болит не поясница, а высшая центральная часть. Тренируюсь 5 месяцев. Сейчас прекратила заниматься. Ну, то, что прекратили заниматься, это неправильно. Начинайте заниматься. Делайте мою гимнастику. Делайте экстензии в начале тренинга. Делайте гиперэкстензии в конце тренинга. И не делайте просто good morning. Тренируйтесь по моим программам для девчонок на начальном уровне. И будет вам счастье. И гимнастика. Гимнастика, гимнастика. Чем чаще вы ее будете делать, тем лучше. Как относитесь к тренировкам с Джиллиан Майкс? Не знаю, кто это. Здравствуйте, Егор. Жена парикмахер. Забиваются мышцы плеч. Что делать? Она чуть-чуть беременна. В таком случае я рекомендую тренировать дельтовидные мышцы ей в статодинамическом режиме. Это никак не повлияет на беременность, не повредит ей, но будет увеличивать количество митохондрий в этих мышцах, что будет позволять ей меньше уставать. И за два месяца она может достичь очень-очень хороших результатов выносливости именно дельтовидной мышцы. У меня такой вопрос. На самом деле, как говорят многие знаменитые медийные личности в YouTube, что становая тяга очень травматична. Конечно, друзья, сдуру можно и хер сломать. Поэтому, если вы безграмотно что-либо будете выполнять, то это будет травмоопасным. Вот вам просто простой пример. Я уже устал это говорить. Почему многие ютюберы и фитнес-тренеры говорят, что тяга опасна? По той простой причине, что они не хотят вам давать нормальных методик, в которой должна присутствовать как становая тяга, так и приседания. И на самом деле, индивидуальный тренинг это такая большая чушь, просто в основном развод людей на деньги. Если ставить грамотно технику, тут действительно нужен тренер, но можно обойтись и без него. Если изучать теорию, потом снимать себя на видео, начинать тренировки, я уже об этом не раз говорил, с простой палки, с бодибара, с пустого грифа, снимая себя на видео с разных сторон. Зная теорию, вы будете видеть все свои ошибки и исправлять их. И на самом деле это будет даже лучше, чем работа с любым тренером. Так вот, кому хочется обучать тратить на вас время? Гораздо проще сказать, что это травмоопасное упражнение, потом следующая ересь, что она увеличивает талию, еще, еще и еще. И посадить вас в тренажер. И делайте, что хотите, прогонять, как стадо баранов, стригя капусту. Друзья, я сам являюсь тренером, я сам зарабатываю на персональных тренировках, но я всегда вам говорю, если вы не выступающий спортсмен, если у вас нет каких-то действительно серьезных проблем со здоровьем, можно спокойно заниматься по стандартным программам. Если они, конечно, рациональные, грамотные, не составлены из журнала Качковского, написанного профессионалом, да, как он тренируется на фармакологии. Все это полная чушь. Кстати, на днях выходит моя книга, наконец-то. И вы сможете ее приобрести за очень дешево в интернет-магазинах. Ссылки наверняка я вам дам. Так что, друзья, думайте всегда головой. И никакое упражнение, разумное, нормальное, рациональное упражнение, не такие идиотские упражнения типа гельетина, да, для грудных мышц, не навредит вам. Есть упражнения, которые действительно будут приносить вред, но их очень и очень мало. В основном все зависит от техники. Если изначально сама биомеханика упражнения не диктует амплитуду, которая неестественна для наших с вами суставов. Кстати, это относится именно к гельетине. Привет! Подскажи, если у человека высокий инсулин, можно ли ему сразу после тренировки быстрый углевод? Спасибо, Егор! Друзья, когда у вас есть проблемы с инсулином, если у вас, не дай бог, это диабет, то составляйте свой режим питания только с вашим врачом. И да, вам тоже будет нужен выброс инсулина после тренировки. Это будет полезно. Но, повторяюсь, для людей, для больных людей, у кого уже проблемы, все-таки в первую очередь слушайте то, что вам говорит ваш доктор, знайте свое тело, как оно реагирует на тот или иной продукт питания. Но инсулин будет полезен всем. Скажите, пожалуйста, что лучше съесть сразу после тренировки, чтобы выработался толерантность к инсулину? Опять-таки, неправильный вопрос, друзья. Мы съедаем после тренировки быстрые углеводы для того, чтобы выброс инсулина был очень мощным. И лучше всего, на мой взгляд, для этого подходят бананы или простой обычный сахар. Про АС. Спрашивать можно, но я отвечаю на такие вопросы не совсем с точки зрения практических советов, потому что это действительно серьезная, важная информация, которая стоит серьезных денег. И люди, которые хотят получать грамотную информацию по АС, все-таки должны оплачивать это. И тогда я даю конкретные рекомендации уже под человека. Привет! Можно ли девушкам тренироваться по периодизации, как и мужчинам? Нужно, необходимо, обязательно, крайне важно. Какие основные упражнения делать для подтянутости и хорошей формы тела, без похудения и набора массы? Лучше всего делать базовые упражнения и плеометрику. Тренер посадил делать в присед в Смите. Бежать от него? Бежать и плеваться. Ни в коем случае не советовать никому этого тренера. И сфотографировать его, выложить его в ВКонтакте, в Ютюбе, чтобы никто, не дай бог, еще не попал к этому чудо-методисту. Егор, есть ли смысл для усиления жиросжигания при условии занятиями спорта и правильного питания в небольшом дефиците углей принимать Йохим Бин? Да, действительно, Йохим Бин многими замечен как усиливатель, может быть, какой-нибудь ускоритель жиросжигания. Хотя сам по себе, скорее всего, он таким не является. И на своей практике я замечал, что он помогает и вообще я чувствую эффект от Йохим Бина, я уже говорил не раз, только в жидкой форме. Один раз всего я в аптеке покупал, не помню, какой-то импортный, очень дорогой Йохим Бин в таблетках. По-моему, он был немецкий. Но не буду врать сейчас. Вот с него я тоже почувствовал очень хороший эффект. Но, повторяю, больше всего эффекта я получал от жидких форм Йохим Бина. Как научиться подтягиваться максимум? Просто подтягиваться и подтягиваться каждый день. Егор, снова о приседе. Травма плеча. Не могу держать штангу на плечах. Чем лучше заменить приседание со штангой? Да нельзя ничем заменить, друзья. Находите выход. Думайте, как это можно сделать. Если действительно совсем не можете приседать, ну, приседайте пока в как машине, делайте жим ногами, тренируйтесь. Пока снова не сможете приступить к приседаниям. Егор, а как-то книгу в бумажном виде можно в Европу заказать будет? В бумажном варианте пока я не делал. Вот сейчас веду переговоры тоже с одной выпускающей компанией. Может быть, можно будет, но в электронном варианте можно будет купить. Прямую линию с Путиным смотрел. Нет, не смотрю. Мне неинтересны политики, потому что любой политик – это проститутка, это нехороший человек. И не важно, кто это и президент чьей страны. Политик и хороший человек – это разные вещи. Сколько стоит книга? Не помню, это, по-моему, тысячу рублей, наверное, она будет стоить. Глютамин после тренировки. Глютамин – хорошая добавка именно с точки зрения поддержания иммунитета. И когда вы ее будете принимать, неважно. Егор, здравствуйте. Наконец время появилось вас послушать. Да, привет, Женя. Что с Таней общаетесь? Да нет, я с этими двумя шизофрениками не общаюсь. И, честно говоря, не хочу после той чуши, которую они там несут. Я слышал уже даже ее подписчицы мне говорили, что Дима сказал, что она рассталась со мной, потому что я к ней приставал. Ну, все это просто смешно. Но на самом деле то, как выглядит Таня и, может быть, как они общаются в эфире, и то, что происходит на самом деле, как они относятся и что говорят про своих подписчиков, это две большие разницы. И если бы хотя бы одна глупая девочка, смотрящая Таню на ее блоге, знала, что Таня о ней реально думает, то отписалась бы и проплевалась бы тысячу и тысячу раз. Но скажу, что то, что Таня ведет канал, неважно, там накручены подписчики или нет, мотивирует многих людей к занятий спортом, это хорошо. Ну, а личностные отношения и личностные характеристики каждого из человека, это, наверное, его личное дело. Ну, считает Таня, что она, что ее обмануя, ну, пожалуйста, мне как-то от этого ни холодно, ни жарко, я даже уже не вспоминаю про этих дурачков. Ведь я не только сделал ей лучшую фигуру за всю ее историю, вы это видите прекрасно сейчас и по ее инстаграм, да, как она выглядела, когда сидела попой на диване, и как она стала выглядеть, всего через 5 месяцев тренировок со мной в зале, по советы, по моим рекомендациям. Скажу больше, ни Таня, ни Дима ни хрена не знают про тренинг. И все, что снималось, снимается, это просто берется информация, чуть-чуть читается, либо где-то целиком и полностью копируется и выставляется у себя на канале. Это не хорошо, не плохо, это просто факт. И ту кучу вранья, которую зачем-то они выкладывают своим подписчицам, я это все говорю, почему? Потому что они мне, подписчицы, пишут, Таня-то с Димой никому ничего не отвечают. Вот. И что хочу сказать самое главное. Я не жалею нисколько, что я с ней поработал, по той простой причине, что я делал это не для нее, как вы понимаете, а показать всем своим хейтерам и всем тем, кто наоборот меня поддерживает, что любого человека, даже с хорошей фигурой, а у Тани была все равно хорошая фигурка до того, как она начала со мной заниматься, можно улучшить и качественно улучшить. И при этом работа с железом сделает девочку только сексуальнее, только красивее, что, в принципе, я и доказал. А то, что там уже Таня с Димой как себя ведут, это описывает только их моральные, этические качества, согласитесь. Для меня вообще не важно, откуда человек, какой национальности. Для меня важна его характеристика, именно насколько человек адекватен, насколько он добропорядочен по отношению к другим людям, насколько велика его корона. У всех у нас есть корона, но у кого-то она такая, что голова просто в трусы падает. Но вот не хочется быть таким же человеком. И скажу честно, я больше никогда ни руки Диме не протяну, потому что Дима на самом деле чмо. Просто очень нехорошее, непорядочное, совершенно в отношениях неэтическое чмо. Можете передать ему с Таней от меня большой, огромный привет. Насколько я знаю, они вообще свалили в другой город, и даже при этом своровали у меня из зала гантельку. Позорники. Можете увидеть, у нее есть фотография в Инстаграм, если она ее не удалила. Где-то на улице она с этой гантелькой стоит. Ну, короче, позорники. И хрен большой на них. Так. Про аргинин. Инфа интересует. Как принимать грамотно? Аргинин одна из моих любимых добавок, которая... Ой, дождик начинается, что-то резко. Будем потихоньку заканчивать. Закончу про аргинин мысль. Аргинин, друзья, это добавка, которая способна вырабатывать, выбрасывать гормон роста, если вы будете грамотно ее использовать. Что значит использовать аргинин грамотно? Все очень просто. Во-первых, давайте разберемся с самым главным. Аргинин нужно принимать только на голодный желудок. И 20-30 минут после этого, чтобы он оставался пустым. Это раз. Второе. Принимайте его, если вам позволяют деньги, три раза в день. Утром до завтрака, перед тренировкой и за полчаса до отхода ко сну. При таком графике приема аргинина вы будете получать от него колоссальный результат. И мышечная масса будет расти, и будет процесс жиросжигания. Что может быть лучше? Вот такая чудо-добавка. И еще один совет по аргинину. Покупайте его только в порошке. И по возможности покупайте его без красителей. То есть без вкусовых добавок и без красителя. Это гораздо усилит эффект и отдачу от него. Немножечко он горьковатый, но вы быстро привыкнете к этому. И ничего страшного вам не будет отвратительно. Точно так же, как и с БЦА. Ну что, друзья, всем счастливо. Извините, если пропустил какой-нибудь вопрос. Обязательно смотрите мои видео в YouTube. И это видео тоже будет в YouTube со временем. Если у вас есть какие-то серьезные вопросы, то пишите их мне в личку или в YouTube. Я на них обязательно отвечу. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Хорошего дня, вечера у кого что. Увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok